Из дневников Эрика Александровича Алексеева. Легендарная Амакинка, геологоразведочная экспедиция с 1952 года по 1992 базировалась в нашей Нюрбе. И за эти годы в экспедиции произошло немало разных значительных и не очень событий. Амакинский квартал в поселке Нюрба с 1981 года для амакинцев выдался нелегким, особенно лето. Произошло два трагических случая со смертельным исходом среди рабочих и пропажа человека. Случай, взбудораживший и поднявший на ноги всех амакинцев. В этом году тому будет ровно 40 лет. Итак, все по порядку. Летят наши годы, как быстрые птицы, все чаще ушедших звучат имена. В июне 1981 года на практику в Амакинскую экспедицию приехала студентка Московского геологоразведочного техникума Наталья Косорокова и была направлена в отряд Алексеева. Как писал в своем полевом дневнике Эрик Александрович, студентка мне попалась отменная, грамотная, учится с красным дипломом, работящая, быстро усваивает науку таежной жизни, неприхотливая, хотя и москвичка. Да, всего лишь 17 лет. Поисковые маршруты удалось проделать вовремя, лишь благодаря тому, что она шлиховала, то есть брала пробы на золото, наверное, только одна со мной, ведь у меня нет пробовщика. И вот эта девочка, отличница, пропала из лагеря ночью или рано утром, 15 июня 1981 года. Как вспоминал потом Эрик Александрович, накануне вечером в последний раз видел, как практикантка сидела у раскрытой палатки и что-то вязала, а утром уже Наташи в лагере не было. Видимо, вышла ночью. Сначала ждали, потом искали сами. Крики и выстрелы результатов не дали. Видимо, девушка отошла очень далеко. 17 июня сообщили по рации о пропаже. Сразу были организованы поисковые отряды, подняты вертолеты, оповещены родители Наташи. Поднялась вся Амакинка и вся Нюрба. Вот что пишет об этом Эрик Алексеев, начальник отряда, в своем полевом дневнике. Попал в ситуацию, из которой выбраться не могу. Вот уже 8 или 9 дней, незаметно, в весьма легкомысленной одежонке, даже не прихватив Дету, средства от комаров, на комарнике, в легких ботиночках ушла из лагеря и потерялась моя студентка. В районе лагеря долгое время не смог обнаружить ее следы. Ходил без сна, отдыха и еды около двух суток. По всем профилям, оставлял знаки, записки, обследовал все тропки и все тщетно. Самое обидное, на вторые сутки шел очень холодный дождь с ветром, под которым человеку в легкой одежде не сдобровать. Если даже она выжила, после этого, по меньшей мере, с сильнейшей простудой или воспалением легких, это плюс без пищи, отдыха, под тучей комаров, драматический исход. Полагаю, что чудо, еще раз чудо может ее спасти. Да еще не раскрыты ресурсы человеческой психики и организма. Но следы, которые мы с Колей Семеновым нашли 19 числа, проследили и снова потеряли. До тех пор мы ничего больше не обнаружили. А человек не улетучивается, значит, может быть все еще в порядке. Я даже не представляю, что пережил Эрик Александрович за те дни. Человек добрейшей души и золотого сердца. Были естественные подозрения. Может что-то случилось. Утащил медведь. Утонуло в реке, ее невообразимо далеко унесло. И найти сейчас не представляет никакой возможности. Но это все были доводы. А сколько это стоило нервов и бессонных ночей руководству экспедиции? В то время начальником работал Валентин Филиппович Кривонос. Прекрасный человек, большая умница, красавец. Кстати, очень поддерживал Нюрбинский музей. Подарил нам уникальную коллекцию кимберлитов в один из приездов специально в Нюрбинский музей. В фондов нашего музея хранится записка, оставленная Эриком Алексеевым на случай прихода Наташи в лагерь. Вот ее текст. Наташа, выйдешь в лагерь, включи на всю громкость радиоприемник. Это сигнал твоего возвращения. Мы тебя ищем. Эрик, 16062Ч45М. Внизу приписка. 8.15. Ушел на С3 к вышке. Пытаюсь вернуться до 10.00. На обороте записки. Вернулся в 12.30. Дал отдых ходулем и еду снова. Время 3.00. Вернусь только к связи. Потом к связи я успел. В лагере я один. Окончательное решение утром. И так прошло уже очень много дней. И вот запись от 30.06.81 года. Мотаюсь уже полмесяца за потерявшейся студенткой. Но все безрезультатно. Все возможные шансы исчерпаны. Надежды на чудеса тоже. По всей видимости она погибла где-то на речке Батамая. В том районе, где я потерял ее следы. Буквально за 10 дней облазил район в радиусе от 10 до 15 километров. И никаких признаков выходного следа не обнаружил. Есть два варианта ее просачивания за пределы нашего кольца. Но видно в том случае исход может быть только трагическим. Даже опытный таежник Эрик Алексеев временами терял надежду найти живую девушку. Да и мало кто, наверное, уже верил, что городская девчонка может в течение стольких дней быть живой в тайге. Следующая запись в дневнике. Следы Натальи Косороковой обнаружили. Три дня тому назад на самом неожиданном месте. В верховьях реки Батамою. Она следует вверх по реке на юго-восток. Минуя все профили и дороги. Не выходя на берег, повторяя все замысловатые и немыслимые ее излучины. В общей сложности она прошла по реке Батамою. Расстояние равное длине всех излучин этой реки. От места, где мы ее ранее потеряли. Ее следы от устья, то есть буквально десяток дней тому назад, она могла бы выйти на Вилюй и найти спасение. И еще обидно то, что каким-то непонятным образом она прошла мимо молочно-товарной фермы, где три пастуха содержат стадо около 450 голов скота и блокируют огромный участок долины реки Батамою. Включая нижнее течение реки Аир, с северо-западней которой, я с Колей прослеживал ее следы. Еще 19.06. И наконец 10 июля Наташа Косорокова нашлась. Я помню, как про этот момент рассказывал Эрик Александрович. В тот день как бы про себя решили, что это последний день поисков на этом участке. Надежды уже не оставалось. Но Эрик решил еще раз пройтись по предполагаемому пути Наташи. И когда они, негромко переговариваясь, шли с напарником, вдруг из травы молча поднялась Наташа. Поначалу все сразу обомлели. А Наталья сама позже об этом рассказывала, что уже второй день лежала в траве, сделав себе лежанку. Силы были на исходе, и вдруг услышала голоса. Сначала подумала, что почудилась, но встала посмотреть. Эрик Александрович сразу же по рации сообщил, что пропажа нашлась. Ко всеобщей радости. Как отзываются геологи, работавшие тогда, Наталья была не слишком истощена. Быстро восстанавливала силы и здоровье. И даже настаивала на продолжении производственной практики. На что руководство экспедиции категорически отказало. После первых минут ликования пришло, возможно, даже раздражение. Так как многие получили выговоры, потеряли месяц полевых работ, что нанесло ущерб плановым работам, и экспедиция понесла огромные убытки. Одни облеты вертолетов, Ми-2 и Ми-8, чего стоили. Кроме всего этого, поисковиков сбивало с толку, почему девушка не вышла к Вилюю, почему пошла вверх по течению реки Бетомою, вопреки всем инструкциям. Но в защиту можно сказать только одно. Ведь человек, заблудившись в тайге, может вести себя не совсем адекватно. А здесь девушка, да еще и городская, которая в Якутии-то оказалась впервые. Многие по-разному воспринимают этот случай. Ведь студентка получилась золотая. Но ничего не сравнится с человеческой жизнью. Самое главное, что Наташа Косорокова, хрупкая девушка, выжила в тайге, нашлась живая и невредимая после 25 дней скитания. Нам хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе Натальи Анатольевны Косороковой. Ведь надо иметь большое мужество и силу духа, чтобы одной выжить в Якутской тайге, пусть даже и летом. Есть огромная просьба. Пожалуйста, те, кто ее знает, сообщите ей, пожалуйста, или напишите мне в ВК. Материал для вас подготовила директор Нюбинского музея дружбы народов Анна Андреевна Туманова. Прочел и оформил Олесь Петрович. Друзья, будьте всегда здоровы. До скорых встреч. Летят наши годы, как быстрые птицы, Все чаще ушедших звучат имена. И время листает жизни страниц, А памятью в былые зовет времена. Зовет в край снегов, холодов, непогоды, Где тундры, соки, распадки, ручьи, Туда, где прошли наши лучшие годы, Где сердце осталось с частичкой души. На берег Алладана, видимой Лены, Зовет и к Вилюю родной на моряке, Туда, где с морожкой, брусникой поляны, Где синь-голубика, маслята, грибы, Любовь к Якутии всегда будет со нами. Нам этой любовью по жизни болеть, Поднимем бокалы, друзья, северяне, За все то, что было, за все то, что есть. За север, за юность, за молодость нашу, За то, что там лучшие годы прошли, Что север прекрасным наполнил нам душу, За то, что там счастье с любовью нашли, За белые ночи, за девичьи очи, За наши дороги, морозы, пургу, За грусть расставанье, за радости встреч, За наш чернышевский и ленский нерву, За тех, кого нет в этом мире уж с нами, Им светлая память и пухом земля, Здоровья и счастья, кто здравствует ныне, И пусть Бог хранит вас всех долго, друзья, И всем ли по сердцу новый свой берег, Куда нас волоною прибила судьба. Но где б мы ни жили, ценится нам север, Где лучшие наши остались года, И пусть мы по свету разъехались с вами, Якутия с север, как им не болеть, Поднимем бокалы, друзья северяне, За все то, что было, за все то, что есть. Поднимем бокалы, друзья северяне, За все то, что было, за все то, что есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова